Добрый вечер. О событиях в стране и мире к этому часу расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из информационной службы канала Хабар-24. Сордоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Нурсултан Азарбаев провел телефонный разговор с армяном Саркисяном. В ходе беседы главы государства обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Нурсултан Азарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех увлеченных сторон в соответствии с Конституцией Армении на основе верховенства права. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Казахстан авторитетный медиатор в решении вопросов международной безопасности. Опыт нашей республики в урегулировании конфликтов глобального значения положительно оценили ведущие эксперты из Центральной Азии и Европы. В Астане за круглым столом они подвели итоги председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН. С международной трибуны Нурсултан Азарбаев озвучил ключевые вопросы международной повестки. Укрепление режима нераспространения ядерного оружия, вопросы безопасности и развития в Центральной Азии, возобновление стратегического диалога между мировыми державами, урегулирование конфликта в Сирии, вопросы мира и безопасности в Африке и другие. Несмотря на то, что председательство Казахстана в Совбезе завершилось, наша страна продолжает продвигать заявленные темы в качестве непостоянного члена организации. Хотя председательство Казахстана закончилось, но то, что ожидает народ Ближнего Востока и в целом весь цивилизованный мир от Казахстана, вот это ожидание еще продолжается. Потому что конфликт в Сирии, он все еще растет и я думаю, что роль посредничества Казахстана, она станет еще важнее в ближайшем будущем в том числе. В ходе председательствования в Совете безопасности Казахстан поставил перед собой несколько целей и успешно их реализовал. Во-первых, в Совете безопасности нам удалось продвинуть центрально-азиатскую тематику. Тем самым мы увеличили субъектность региона и нам удалось поставить на повестку дня ключевые вопросы оригинального развития. Прежде всего, это проблематика, афганская проблематика. И ключевое видение, которое Казахстан придерживался, это то, что мы все время говорим про безопасность, но безопасность, она неотделима от развития. Банки, которым финрегулятор оказал поддержку, должны будут вернуть деньги в течение 15 лет. Об этом сегодня в Сенате при уточнении трехлетнего бюджета сообщил глава Нацбанка. По словам Даниэра Акишева, помощь в 653 миллиарда тенге оказана пяти банкам. Теперь акционеры обязаны внести половину суммы, чтобы списать часть неработающих займов, которые банки выдавали последние 10 лет. Сообщается, что эти займы мешают банкам нормально кредитовать экономику. Только на оздоровление системообразующего банка из бюджета было выделено более двух триллионов тенге, а из бюджета Национального банка более 500 миллиардов тенге, что в общей сложности составило 2 триллиона 640 миллиардов тенге. Национальный банк, принимая срочные меры, запустил программу оздоровления, в рамках которой оказана помощь пяти банкам в сумме 653 миллиардов тенге. Таким образом, более трех триллионов тенге государственных средств вложено в банковский сектор. Подчеркну, что это деньги возвратные, то есть это не выдано просто так банкам, то есть они в течение 15 лет должны вернуть эти деньги. Что банки взамен еще должны сделать? Они должны списать, и уже на данный момент списано 710 миллиардов тенге, и должны начать кредитовать экономику. Говорили сенаторы и о повышении качества бюджетного планирования. По словам депутата Селика Бектурганова, министерство работает по факту, не анализируя опыт прошлых лет. Например, это касается выплат пособий по уходу за ребенком. Если уже в прошлом году рождаемость, как нам было доложено на заседании комитета, имела тенденцию к снижению, то, наверное, надо было разобраться совместно с Министерством здравоохранения, что у нас происходит в демографии, какие параметры рождаемости надо ожидать, какие мы меры можем предпринять, ну и, конечно, какие средства закладывать на соответствующие выплаты. А на деле получается, что министерство работает по уже случившемуся факту, никак не пытаясь провести анализ, составить прогноз и принять соответствующие меры. Десять тысяч казахстанских студентов ежегодно поступают в российские вузы, восемь тысяч получают высшее образование в Москве. По словам организаторов форума казахстанских выпускников российских вузов, который открылся в Астане, большая часть из них обучается по программе «Булашак». Ее условия обязывают молодых специалистов вернуться в Казахстан и отработать в стране минимум пять лет. В форуме приняли участие сто выпускников разных лет. По мнению организаторов, такая встреча дает возможность обмениваться мнениями, продвигать инициативы и проекты, обсуждать вопросы науки, образования и культуры. Я учусь в Московском государственном лингвистическом университете, изучаю казахский язык. Казахский язык очень богатый и интересный, плюс это госзаказ. У нас довольно-таки мало людей в России говорят на казахском языке, так что я считаю это очень перспективным. Мы всегда приглашаем выпускников российских, советских вузов разных лет. Для чего эта организация создана? Для того, чтобы объединить усилия научные, культурные, образовательные, чтобы вспомнить лучшие традиции, создать новые проекты, объединить всех выпускников, которые уже завершили, и те, которые еще учатся. И мы в надежде, что наши выпускники, казахстанские выпускники, обязательно завершив свое обучение в странах России, в городах России, обязательно вернутся сюда с большим потенциалом, при исполненной надежды. Студенты, которых отчислили из Медицинского университета Астана из-за поддельных сертификатов IELTS, больше не смогут претендовать на государственные гранты. Об этом во время пресс-конференции сообщали представители вуза. После вынесения решения суда, фамилии фигурантов будут доступны и другим университетам. Воспользовавшись эффективными документами, смогут поступить на программу после вузовского образования на общих основаниях, но лишь на платной основе. И только после того, как исполнят все решения суда. Кому-то предстоит возместить государству средства, затраченные на их обучение и выплату стипендий. Напомню, из Медицинского университета Астана было отчислено 117 студентов, которые при поступлении воспользовались поддельными сертификатами о сдаче международного экзамена по английскому языку. 33 человека исключили по их собственному желанию и по решению суда. Оставшиеся студенты по-прежнему уверяют, что их сертификаты настоящие, и их отчислили незаконно. Когда я встречался с учащимися и спрашивал их, откуда вы взяли все эти сертификаты, потом начинают меняться и говорят, знаете, вот какая-то женщина на улице встретилась, встретилась на улице и предложила сертификат. Ну это же детский лепет, это просто даже не вяжет, что это человек, это врач уже. Это же все те, кто имеют эти поддельные сертификаты, это врачи. Они уже не декламированы врачи. Понимаете, и вдруг такой детский лепет, что ему какая-то женщина на улице предложила этот сертификат, и он взял. Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров подписал соглашение по Байконуру с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Договоренность позволит укрепить казахстанско-российское партнерство в правоохранительной сфере, обеспечить защиту прав и свобод граждан на территории административного центра. Сторону подписали ряд других соглашений. В частности, о взаимодействии в области противодействия преступности, поддержки по уголовным делам, об обмене опытом и в раскрытии и расследовании преступлений. Кроме того, Александр Бастрыкин отметил положительный опыт программы «Электронное уголовное дело» и приемной в здании Генпрокуратуры. Мы соглашения подписали именно в таких практических направлениях, чтобы оказывать помощь друг другу в проведении следственных мероприятий по вопросам выдачи, экстрадиции. По Байконуру вы знаете, что это город, который имеет особый статус, где действуют и правоохранительные органы обоих государств, а также судебные системы. Поэтому у нас есть такие рабочие вопросы. Я думаю, что благодаря нынешним соглашениям мы эти вопросы также и сняли. Почти 11 лет работы Следственного комитета мы установили не формальные, а реальные контакты рабочие. Они ведутся по основным направлениям нашей практической следственной работы. Кроме того, мы обменимся опытом, информацией, новыми достижениями в борьбе с преступностью, в методах и формах расследования. Сначала ширкомасштабная рыбоохранная акция «Бекере-2018» в Западно-Казахстанской области выявили 15 фактов незаконной добычи рыбы. На реке Урал проводятся рейды, задействованные два катера и четыре лодки, а также автомобили рыбинспекции. Всего с начала апреля изъято свыше 60 бесхозных сетей и около 150 килограммов рыбочистяковых пород. А на днях задержали группу браконьеров, вышедших на Урал с неводами. «Было вскрыто с неводом, местные тайпакские жители использовали в браконьерстве невод длиной 70 метров и выловили группой лиц, которые ранее были установлены, около 41 килограмма рыбы. Эти материалы сейчас все собраны и переданы судебно-следственные органы». Строительство очистных сооружений в Актау близится к завершению. Работы не могли закончить почти 10 лет из-за недостатка финансирования. А между тем, существующие канализационно-очистные сооружения работают на износ. Новые позволят их разгрузить, взяв на себя десятки многоэтажек и строящиеся микрорайоны. Первый этап строительства завершится уже в сентябре. Для реализации второго этапа сейчас ищут инвесторов, готовых вложить в проект 4,5 миллиарда тенге. «Сейчас 20 тысяч кубометров воды в сутки сбрасывается с канализационных сооружений в хвостохранилище Кошкар-Ата в неочищенном виде. После ввода нового Коса вода будет проходить несколько этапов очистки. Часть ее пойдет в хвостохранилище, а оставшиеся – на полив деревьев». Избиение и вымогательство низкое качество питьевой воды, нарушение режима питания и отсутствие оборудованных санузлов для людей с особыми потребностями. С такими проблемами со слов осужденных сталкиваются в местах лишения свободы в Казахстане. Свидетельства опубликованы в консолидированном докладе участников национального превентивного механизма по предупреждению пыток. Сегодня документ презентовали на международном форуме. Его участниками стали отечественные и зарубежные эксперты. В докладе отметили и низкое качество медицинских услуг из-за нехватки необходимого оборудования для лечения. Представители гражданского общества в прошлом году посетили такие учреждения свыше 500 раз, и после каждого визиты составлялись отчеты. Необходимые рекомендации направляли в администрацию учреждений и заинтересованным органам. Вместе с тем надо отметить, что в первую очередь, что по сравнению с прошлыми годами администрации учреждений и заинтересованные министерства, они стали более внимательно рассматривать эти рекомендации и, более того, принимать их к исполнению. Большая часть, конечно, связана с инфраструктурой закрытых учреждений, в силу того, что многие из них были построены в далекие времена, еще в советские годы. И сейчас ведется, конечно, работа по их реконструкции. Очень приятно видеть, как развивается страна, развивается Астана. И видно, как приращиваются новые институты гражданского общества, к которым относится и национальный примитивный механизм, и механизм гендерного равенства. Нам предстоит подписать меморандум о взаимодействии с омбудсменом Казахстана, господином Шакировым. Это откроет новые возможности для защиты прав и интересов граждан Казахстана и граждан России. Семимесячному мальчику из Казаларды требуется помощь. Шахназару Батырбек Улы врачи диагностировали врожденный гиперинсулинизм и микроцефалию головного мозга. Отечественные врачи помочь ребенку не в силах, требуется лечение за рубежом. Принять маленького казалардинца готовы к линике Дании, но на поездку требуется почти 28 тысяч евро. Таких средств у родных Шахназара нет. За помощью семья обратилась к министру здравоохранения. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Целый букет заболеваний, название которых даже сложно выговорить. Простому обывателю ясно одно. Бесперебойно сейчас у семимесячного Шахназара работает только его маленькое сердечко. Пациент к нам был доставлен с диагнозом гиперинсулинизм. Это болезнь, при которой недостаток сахара в крови такой, что в любой момент Шахназар может впасть в кому. Пока избежать ее удается за счет постоянной подачи гормональных препаратов извне. Помимо них, извне малыш вынужден получать и питание. Сказываются повреждения головного мозга. Их, по словам 30-летней мамы, малыш получил в результате родовой травмы. Роды были сложными. Я очень просила врачей сделать кисарево сечение, так как вес ребенка был почти 5,5 килограммов. Но они отказались. Во время родов было зажатие головы, шеи и плеч у ребенка. А у меня расхождение костей таза. В итоге я не смогла ходить и почти три месяца провела в инвалидной коляске. А мой малыш уже седьмой месяц в реанимации. Шахназар седьмой по счету казахстанец с гиперинсулинизмом. Практики лечения редкого заболевания в нашей стране пока нет. Но помочь ребенку готовы датские специалисты. 7 мая его с мамой ждут в Одинском детском госпитале. На эти цели семье требуется почти 28 тысяч евро. Средства надеялись получить по квоте. Но ее оформление затянулось на 7 месяцев. В данный момент ожидаем результаты генетических анализов, которые проводятся за рубежом. Также для получения квоты трижды были отправлены все документы рабочей группе. Сколько ждать ее и сможет ли ребенок вовремя попасть к иностранным специалистам? Эти вопросы Жанулган адресовала министру здравоохранения. Попасть к нему помогли местам ЦОНИ. Здесь установлена специальная видеокабинка, при помощи которой можно обратиться к первым руководителям госорганов. Процедура проста. Главное – следовать инструкции. Видеокабинки оборудованы сенсорной панелью, веб-камерой и портативным компьютером. На постоянной связи онлайн-консультанты, которые помогут, если возникнут вопросы. Запись длится всего три минуты. По завершении выдается чек с данными обратившегося, датой и секретным кодом. Ответ в формате видео, аудио или текста будет направлен в течение двух недель по электронной почте. Можно получить его и в ЦОНИ. С начала текущего года к руководителям различных госструктур с вопросами обратились 28 казлардинцев. В их числе и мама Шахназара. Здесь же ей помогли бесплатно оформить загрампаспорта для поездки в Данию. Осталось только дождаться заветной квоты и помощи неравнодушных казахстанцев. Я мечтаю, как все мамы, чтобы мой малыш поправился. Сейчас его жизнь зависит от денег, которых у меня нет. Я прошу всех состоятельных казахстанцев о помощи. Для тех, кто хочет оказать помощь Шахназару Батырбе Кулы, открыты счета в двух банках на имя его матери, Жаналган Нурмагамбетовой. Номера этих счетов вы сейчас видите на своих экранах. Также вся необходимая информация размещена на официальном сайте и страницах нашего канала в социальных сетях. Алматы возглавил список трех городов СНГ по числу людей, страдающих хронической острой обструктивной болезнью, легких, а также больных астмой и аллергическим ренитом. Об этом заявили представители Ассоциации семейных врачей Казахстана. Эксперты провели первое независимое исследование КОР. Респондентами выступили алматинцы старше 18 лет, проживающие в городе больше 10 лет. Аналогичные замеры медработники провели в Киеве и Баку. Среди основных факторов – пристрастие казахстанцев к табаку, а также экологическая обстановка в Алматы. Да и сами алматинцы, как выяснилось, мало уделяют внимания своему здоровью и редко обращаются к врачам за консультацией. Ассамблея народов России в этом году отмечает 20-летний юбилей. Руководители организации подчеркивают, что образцом для ее создания послужил казахстанский пример – успешная деятельность Ассамблей народа Казахстана. Сегодня между двумя объединениями налажено тесное и эффективное сотрудничество. Подробности у моей коллеги Даны Нуржан. Ассамблея народов России появилась в 1998 году, через 6 лет после создания Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому россияне учли уникальный казахстанский опыт сотворчества государства и национально-культурных объединений. Как старший брат Ассамблеи народа Казахстана для нас, потому что мы изучаем опыт, берем пример. Многие проекты начинания Ассамблей народа Казахстана, они, конечно, являются очень полезными, в том числе и для нас, для нашей страны. Центры медиации, кафедры Ассамблеи народа Казахстана, которые работают по всей стране, идет работа по сплочению единой нации. И все этноцы, которые проживают, этнокультурное объединение, которое есть в республике, они, конечно, находятся под такой, скажем так, отеческой опекой. Российские коллеги часто напоминают об особом статусе Ассамблеи народа Казахстана. То, что ее возглавляет сам президент страны, подтверждает, насколько серьезное внимание уделяют в Казахстане вопросам национальной политики, говорят они. Общее настроение мира, благополучия, согласия, оно доминирует и превалирует. Это очень важно. Это вытекает из традиций народа Казахстана и закрепляется сегодняшней политикой и практикой. Для нас большая честь работать вместе с коллегами из Казахстана, потому что вы изначально создали Ассамблею народа Казахстана, и вы для нас являетесь таким примером. А наше сотрудничество с республикой очень интенсивно. Помимо Ассамблеи в России национальной политикой занимаются Комитет по делам национальности Государственной Думы и Федеральное агентство по делам национальности. Все три ведомства подписали с Ассамблеи народа Казахстана меморандумы о сотрудничестве. Данам Уржан Александр Любителев, Россия, Хабар 24. Далее выпуск продолжат новости спорта. О них расскажет моя коллега Жанара Дулатова. Жанара, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Я расскажу коротко о главном. Сборная Казахстана по хоккею после разгромного поражения от Италии упустила лидерство на чемпионате мира, сообщает СпортКЗ. Сейчас отечественная команда занимает лишь второе место после трех матчей в своей группе в первом дивизионе. Напомню, первые встречи с венграми и англичанами завершились победой казахстанцев. Однако вчера наши в сухую проиграли сборные Италии. 3-0. Сегодня на лед выйдут хоккеисты Великобритании и Польши. Также ожидается противостояние Словении и Венгрии. Гонщик Астаны Омар Фрайли стал победителем первого этапа веломногодневки Тур-Романдии. На финише он одолел итальянца Сони Кальбрелли. Тройку лидеров замкнул португалец Руя Кошты. Отмечу, гонка была непростая. Спортсменам необходимо было преодолеть расстояние от Фрайбурга до Делимона. А это более 166 километров. При том, что гонщиков ожидали 4 категорийных и несколько некатегорийных подъемов. В Ак-Тубе стартовал открытый чемпионат Казахстана. По плаванию на соревнования съехались 250 спортсменов со всей страны и России. Для казахстанской сборной этот турнир – последний этап подготовки перед азиатскими играми. А еще впереди Олимпиада в Токио. По итогам чемпионата планируется сформировать взрослую и юношескую сборные команды, которые в этом году отправятся на летние азиатские игры в Индонезии и летние юношеские олимпийские игры в Аргентине. На открытие приехали именитые спортсмены, в числе которых золотой призер Олимпиады в Рио Дмитрий Баландин. Придет время и у нас подрастут еще такие, скажем, чемпионы, достойные ребята. Благо перспектива на это есть и с каждым годом уровень плавания у нас в Казахстане поднимается. И о Лиге чемпионов. Футболисты Реал Мадрида в гостях обыграли спортсменов Мюнхенской Баварии. Авторами голов стали Марселы де Силва и Марко Асенсио. Пробить ворота испанцев удалось лишь Йозуо Кимиху. Так, игра завершилась со счетом 1-2 в пользу сливочных. Команды уже встречались вместе в полуфинале Лиги чемпионов в 2014 году и в 1-4 в прошлом сезоне. Оба раза Реал Мадрид становился обладателем трофея главного Еврокубкового турнира. Ответная встреча состоится 1 мая в столице Испании, где решится, кто выйдет в финал. Напомню, накануне прошла игра второй пары полуфиналистов. Ливерпуль разгромил Рому со счетом 5-2. Очень довольны результатом. Хотя у нас возникли большие трудности в первые несколько минут, когда мы пытались взять игру под контроль. Ничего не решено. Победа Баварии на Абернабеу более чем вероятна. Но мы рады, что выиграли в Мюнхене со счетом 2-1. Мы подарили Реалу два гола после явных ошибок. Тем не менее, мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся. Впереди еще 90 минут. На таком уровне нельзя допускать подобные ошибки в обороне. И надо действовать эффективнее, когда у тебя есть моменты. Новак Джокович покидает турнир в Барселоне. Экс-первая ракетка мира проиграл во втором круге словаку Мартину Клижину, который занимает лишь 140-ое место в рейтинге ATP. Матч продлился чуть более полутора часа. Результат игры 2-6, 6-1, 3-6. Напомню, это второе поражение Джоковича подряд в Монте-Карло. Он уступил Доминику Тиму. На данный момент «Серп» находится на 12-й позиции рейтинга. А Мартин Клижин проходит дальше и в третьем круге сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом. Мне жаль, что я не оправдал ожидания ни болельщиков, ни свои. Сегодня я не смог сыграть на своем уровне, и мне трудно смириться с таким поражением. Можно много работать на тренировках, но матчи – это совсем другое. Я не буду рассказывать, что у меня сегодня не получилось, но нам с командой нужно больше работать. Ну и это была последняя новость к данному часу. Следите за развитием событий вместе с командой Хабар-24. Следите за развитием событий вместе с командой Хабар-24.